Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы продолжаем комментировать наиболее важные и интересные темы в жизни нашей республики. Ну и по традиции я представлю гостя и назову тему. Итак, в школах нашей республики выявлены массовые нарушения в части организации горячего питания. Обсудим сегодня эту животрепещущую тему с нашей гостьей. У нас в студии Рамазанова Марина Рамазановна, официальный представитель Управления Роспотребнадзора Российской Федерации по Дагестану. Марина Рамазановна, я приветствую вас в нашей студии. Я действительно очень рад вас видеть, поскольку года два тому назад вот в этой же студии мы с вами собирались, говорили, обсуждали эту же тему, организация горячего питания. Тогда стоимость горячего питания для детей с 1 по 4 класс составлял 9 рублей. И мы с вами тут считали, подсчитывали, вычисляли, обращались через эфир с тем, чтобы эту сумму каким-то образом увеличили. И вот, что называется, дождались. Дождались. На сегодняшний день сумма составляет 61 рубль, но хотелось бы, конечно, чтобы на эти деньги кормили детей значительно лучше того, чем это происходит в данный момент. Марина Рамазановна, ну давайте сначала я хочу услышать ваши эмоции относительно того, что мы действительно дождались от достаточно резкого увеличения стоимости детского питания. Пожалуйста. Знаете, это приятное событие. Благодаря президенту Российской Федерации и его поручениям с прошлого года уже наши детишки питаются не на минимальную сумму, а на 61 рубль. Да, можно подумать о том, что эта сумма может быть и недостаточна в связи с удорожанием цен на рынке. Но это можно обеспечить питание ребенку в более-менее хорошем состоянии. То есть и по калорийности подобрать, и по различным видам продуктов подобрать, и молочку уже включать туда, и фруктов побольше, и овощей. Но мы после этого столкнулись с рядом проблем, когда уже пришло поручение организовать бесплатное, горячее, здоровое, я отмечу, питание детям. Наши дети оказались не готовы к потреблению таких видов продуктов, потому что, наверное, они привыкли к этой булочке, к этому горячему напитку. Вы знаете, Марина Рамазановна, вы не поверите, потому что в это невозможно поверить, но вот на эту серьезную программу я приглашал шеф-повара из обычного ресторана. Нет, почему из обычного? Из хорошего ресторана пригласил шеф-повара. И вот он здесь стоял в колпаке, в халате, и он рассказывал, объяснял, как можно хорошо, вкусно накормить детей в школе. Более того, я приглашал преподавателя технологического факультета, политехнического университета на эту же тему и также получал ответы, что действительно этих средств достаточно для того, чтобы нормально, хорошо и вкусно кормить детей. Ну и, наконец, вы вспомнили про Владимира Путина, и я здесь хочу сказать о том, что указов, законов, постановлений в нашей стране выпускается большое количество. Но вот когда этот указ был подписан Владимиром Путином, он выступил перед людьми. Он выступил с обращением к нации, что называется, и он попросил об ответственности всех людей, которые задействованы в этом процессе. Он просил, он требовал, чтобы каждый рубль, каждая копейка была израсходована по назначению, эффективно была израсходована. И, конечно же, предупреждал, еще раз я повторяю, об ответственности должностных лиц. Это было выступление Владимира Путина, вот вы об этом только что сказали. Пожалуйста, Марина Рамазановна, ну вот за этот год вы действительно проверили большое количество школ. Вот у меня есть эта цифра, 994 проверки были организованы. Каким результатом вы пришли? Какие нарушения? Прошу вас. Проверками у нас охвачены все 100% школ. 994 – это за 2021 год. А с момента поручения правительства Российской Федерации мы еще проверили те школы, которые попадали на 2020 год. То есть, получается, если у нас в республике действует на сегодняшний день образовательный процесс в 1412 школах, то все они 100% у нас охвачены. Но за 2021 год вот та цифра, которую вы назвали. Если опустить состояние санитарно-техническое, да, можно сказать вкратце, что у нас где-то 68%, если я не ошибаюсь, школ, они имеют приспособленные пищеблоки, то есть нетиповые. Если опустить вот этот момент и обратить внимание на режимные вопросы и на вопросы, на которые мы можем повлиять как-то, я говорю о том, что, например, работник пищеблока или директор школы, обычное должностное лицо, то есть не требующее каких-то серьезных финансовых вложений, то эти замечания, к сожалению, они все еще актуальны. Все еще мы не подготовлены к тому, чтобы соблюдать нормативы по питанию, мы не подготовлены к тому, чтобы работать строго по технологическим документам, наверное, лучше сказать простым языком, доступным для телезрителя. То есть любой повар знает, что он готовит по определенной схеме, по определенным калькуляционным картам, чтобы довести до норматива по вложению всяких белков, жиров, углеводов. Это же и составляющая здорового питания ребенка. То есть мы не едим одни углеводы, мы едим побольше белковой пищи. Вот не готовы оказались многие школы, и в том числе оказалось так, что у нас и не готовы и дети. То есть работа с детьми не проводится зачастую, хотя внедрен родительский контроль во все образовательные организации. нами были направлены рекомендации о внедрении родительского контроля, о котором также говорила Анна Юрьевна, о том, что необходимо обязательно проводить это в школах и контролировать. То есть учет несъедаемости детьми. Для чего это ведется? Это ведется для того, чтобы в конце посмотреть, как повлияло вот это увеличение суммы, как повлияло вот это поручение правительства Российской Федерации, к чему мы пришли. Нужна ли такая сумма, наверное, скорее всего? Много ли ее, мало ли ее? Но я думаю, что это хорошая сумма, но просто нужно поработать. Поработать директорам, поработать учителям, поработать родителям. Ну вот ваша фраза – учет несъедаемости. То есть дети пришли, ничего не поели, встали и ушли. Им невкусно, им не понравилась предложенная еда. Скажите, пожалуйста, много ли таких действительно случаев, фактов? Ну, выявляются, да. Вот при проведении контрольно-надзорных мероприятий, при каких-то либо комиссионных выездах, которые сейчас в последнее время очень зачастились, потому что, как вы и сказали, строгий контроль по усвоению этих средств ведется. Да, есть несъедаемость блюд. Наверное, вы правы. Во многом и влияет то, что не вкусно, не нравится. Но как раз-таки, если учитывать родительский контроль, там как раз-таки и есть этот момент, что родители могут в какой-то моменте повлиять на меню. То есть там есть анкетирование, создается комиссия с каждого класса. Ведь бесплатное питание распространено на учащихся первых-четвертых классов только у нас. То есть с каждого класса любой родитель, активист может войти в состав комиссии. И на опросе детишек и опросе своего ребенка и других детей составит, что дети любят, что нет. Конечно же, мы не будем говорить, что мы будем учитывать все требования наших малышей, потому что, наверное, скорее всего, они больше будут тянуть ручку к той же самой сосиске, чем к какому-нибудь кисломолочному продукту или к какой-нибудь полезной каше. Но можно повлиять и в какой-то степени на формирование меню данного образовательной организации с учетом требований и предпочтений наших детишек. Марина Рамазановна, ну вот смотрите, да, мы говорим о контроле. Мы говорим о том, что вроде бы действительно какие-то важные, нужные инструменты контроля установлены. И тем не менее, вот вы проверяли и вы, значит, выписали, значит, 2193 протокола об административном правонарушении. Вы выписали штрафов на 8,5 миллионов рублей, понимаете? Но все эти штрафы, они свидетельствуют о нарушениях, да? Мы помним с вами недавнюю ситуацию, когда директор школы, да, выносил продукты питания из школы, да? Мы с вами помним ситуацию 2019 года, но это вообще кошмарная ситуация. Это ситуация, которая приводит до сих пор в шок всех, кто об этом вспоминает, когда группа злоумышленников годами кормили детей пальмовым маслом, заменили его на масло сливочное, да? Ну вот хорошо, хоть группа разоблачена и людей, значит, наказали. И тем не менее, ситуация такова, что какой бы контроль государство не устанавливало, ну все равно, вот видите, да, что происходит? Штрафы, протоколы и так далее, и так далее. Пожалуйста, ну вот из тех нарушений, которые вы выявляли, ну вот как можно вот их классифицировать? Что больше всего у вас возмущает? Из тех замечаний, которые мы выявляли? Ну, наверное, в первую очередь это то, что у нас в Дагестане до сих пор состоятся проблемы в том, чтобы сформировать правильное меню. Правильное меню, здоровое меню. У нас проблема с технологами, потому что меню... С поварами. С поварами, да, вот поэтому, скорее всего, вот это, да, на первом месте формирование правильного и здорового питания, формирование меню. Можно сделать примерное меню, можно делается, но при проверках примерное меню не используется, используется совершенно другое, а уже из этого вытекает вторая проблема. То есть по тому меню, которое мы сформировали, не поступают пищевые продукты. То есть зачастую выпадают они, и повару приходится менять меню на скорую руку, готовить из того, что есть, то есть не те продукты, которые запланированы по дням были. Вот проверка поставщиков. Дальше уже проблема в поставщиках. Вот, 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 идем к поставщикам. Да, на самом деле на этот счет были серьезные совещания. Вице-премьер Абул Муслим Абул Муслимов провел два совещания. Это только то, что помню я. Это то, что видел я, да. Два совещания по качеству продуктов питания, которые, значит, поставляются в наши школы. Более того, два совещания провел сам председатель правительства Абдулпата Хамирханов, опять-таки, на эту тему. Честно говоря, я не припомню вот еще такую вот тему, да, такую проблему, по которой вот буквально 4-5 совещаний в течение 2-3 месяцев у нас прошли. То есть этой проблемой в правительстве озабочены. Они об этом знают, и вот серьезные решения приняты. Однако, мы смотрим, что, в общем-то, как-то вот на местах как-то вот не торопятся выполнять решения, не торопятся менять ситуацию к лучшему. Скажите, пожалуйста, что вам известно о качестве продуктов, которые поставляются в наши школы, закупаются и поставляются? Мы проводим проверки всегда с лабораторно-производственным контролем обязательно. Да, выявляются сейчас тоже на сегодняшний день. Есть продукты, которые выявляются несоответствующего качества по показателю фальсификации. Встречается у нас и молочка, и жирно-молочная продукция, и масла встречаются у нас. Но, наверное, за тот период, который у нас сейчас были проведены проверки, там небольшое количество было выявлено. Но вот проблема еще состоит в том, что продукты поставляются наперед, чем привозятся документы на них. Вот в наших школах я и в прошлый раз на прошлой передаче говорила, что работа пищеблока, не может осуществляться прием пищевых продуктов, не получив на них документы. Во многом степени у нас встречается и такое, что повар, завхоз, директор школы принимает пищевые продукты, а только потом уже проверяет их документы. Их соответствие, их вообще наличие. Ну да, здесь есть, конечно, вопросы. Смотрите, все, и Выроспотребнадзор, и Минобор, все жалуются на то, что у нас много школ, в которых нет типовых столовых. Ну, типовая столовая, ладно, куда ни шло. Есть стол, есть стул, посадили ребенка, покормили. Здесь как-то можно справиться. Но если под этим подразумевается, что и нет нужного оборудования, нет холодильников, которые могут, да, несколько дней сохранять молочку, мясные продукты, те же сосиски, да, их нужно держать в холодильнике. Вот если с этим проблемы, то это уже может отразиться и на самочувствии, на здоровье детей, да. С этим проблемой есть. То есть продукты портятся здесь реально. Да, у нас с этим проблемы тоже есть. У нас, получается, есть в большей степени нетиповые пищеблоки. Кроме этого, у нас по республике в пределах 106 школ пищеблоки вообще отсутствуют. И при поручении правительства муниципалитеты нашли возможность организовать горячее питание для всех детишек. Они используют арендованные помещения, которые мы выезжали комиссионно, принимали, смотрели, чтобы все дети получили горячее питание, чтобы не было такое, что на одной административной территории наши дети кушают, а на другой они не могут, потому что нет пищеблока. Нет. Сделали, нашли, изыскали возможности. Но вот вы правильно сказали, что у нас во много степени школы переуплотнены, у нас пищеблоки маленькие, то есть мало посадочных мест бывает, есть и такие школы, и есть, где у нас мало холодильного оборудования, то есть это скоропорт, который нужно поставлять часто. А есть школа в отдаленных местах, куда часто поставщик везти это не будет. Значит, что? Эти школы у нас находятся в зоне риска, они у нас, можно так сказать, как раз таки и страдают по поставке пищевых продуктов. Часто туда возить кисломолочные, скоропортящиеся продукты, такие поставщики не могут. Не имеют возможности. Вы знаете, да, я почему-то вот всегда был убежден в том, что в наших селах, да, в сельских школах, в сельских маленьких школах, в общем-то, порядка больше, ну там совести больше, там люди все друг друга знают, они все там между собой практически родственники, да. И я знаю, что там, в принципе, стараются добросовестно готовить и вкусно накормить детей. Ну вот каково было мое удивление, когда вы сказали, что вот очень много замечаний поступает, в том числе из сельских школ. Да, поступают у нас жалобы от родителей и с сельской местности, так и с городской местности. Наверное, скорее всего, это не зависит... Назовите города и районы. Ну, я могу сказать, что в прошлом году у нас в зону риска попадал Цунтинский район. Были жалобы от родителей, несколько раз многочисленные, о том, что в их пищеблоках детей кормят плохо. Туда были отправлены комиссии, были проведены проверки, да, частично факты подтвердились, была и прокурорская проверка. А вот если смотреть по всем вашим проверкам и по всем административным правонарушениям, если вот по городам и районам, назовите, пожалуйста, в каких городах и районах больше замечаний, в каких меньше. Но это же оценка все-таки. Нет, вы знаете, такого не... Управление образованием. У нас такого, что больше, меньше мы не можем определить, потому что наличие хотя бы одного замечания, хотя бы одного факта невыполнения требований санитарных правил, то можно уже сказать, что люди относятся чуть-чуть халатно к среднительности. Нет, ну, в принципе, ваши цифры говорят сами за себя. 2193 протокола. Да, это по республике, да. Это по республике, да. В принципе, получается, что практически во всех школах вы находили замечания. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, по 68 сотрудникам школ вы вынесли предписание о том, что их нужно отстранить, уволить с работы. За что? Нет, это не уволить с работы. У нас работники, они же как приходят? Они проходят медицинский осмотр, гигиеническое обучение. То есть при констатации факта, что у них просроченный медицинский осмотр и гигиеническое обучение, что они могут, если говорить это о работниках пищеблока, а это были работники пищеблока, потому что это шла проверка организации качества питания, то они временно отстраняются до прохождения полного медицинского осмотра, то есть до получения гигиенического обучения аттестации. Тогда они допускаются к работе. Марина Рамазановна, ну вот я помню все ваши комментарии прошлых лет. Вы действительно обо всем, об этом говорите с болью в сердце, в душе. Вас это действительно волнует. Ну а как это может не волновать, если речь идет о самых маленьких наших гражданах, да? Особенно детишек с 1 по 4 класс, да? На самом деле, скажите, пожалуйста, вот как плохое питание влияет на здоровье детей? Ой, влияет, вы знаете, очень сильно. Мы сейчас стараемся вести учет и контроль за питанием детей, которые у нас имеют слабое здоровье. Ведь у нас в школах есть детишки, у которых и целиакия, и сахарный диабет, и пищевая аллергия. Ну, есть свои ряды. Много заболеваний. Есть, да, ряд заболеваний. Вот для этих детишек у нас должно быть специализированное питание. Какого нет? На сегодняшний день у нас нет такого. То есть для них должен быть не общий стол, а отдельный стол, как в санаториях, да? Да, отдельный стол, да. Такие детишки, они у нас могут питаться домашней едой, но в этом случае тоже надо создать условия. Если малыш из дома, мама передала еду, чтобы он поэтому по времени покушал, да, то он же с ней не должен находиться в учебном помещении, он должен ее положить в холодильник. У него должен быть отдельный, там, ну, стол, стуль. Ну, где детишки вот с этим заболеванием, да, они едят вот свою домашнюю еду? Или же должно быть специализированное питание, отдельное меню. Но отдельного меню у нас ни в одной школе пока что нет. Понятно. Марина Рамазановна, я помню ваши достаточно грозные принципиальные высказывания, комментарии относительно буфетов. Относительно буфетов они продолжают иметь место. Ну, значит, опять мы видим эти же самые чипсы, эти батончики, шипучие напитки, эти булочки. Вот. Пожалуйста, здесь какова установка Роспотребнадзора? Боретесь ли вы с этими явлениями, как буфеты в наших школах? Работают легально практически? Особенно зайдешь в перемену, так там вообще столпотворение, огромное количество детей. Девчонки, подростки кушать хотят, набирают эти булочки, потом сидят на диетах. Понимаете, это все сказывается на самом деле на качестве образования, на самочувствии детей. Пожалуйста, буфеты. Ой, буфеты. Буфетная продукция у нас, сказать, что прямо она вот так строго запрещена, такого нет. Есть определенный набор продуктов, который подлежит, можно сказать, реализации, да, он описан в требованиях санитарных норм и правил. Но это, конечно же, не для учащихся первых, четвертых классов, это уже, наверное, более для старшей школы, да. Но чипсы, газированные напитки, жвачки, все остальное, все, что вы перечислили, в этот перечень не входит. В чем проблема? На сегодняшний день в Республике Дагестан у нас нет питания, бесплатного питания для учащихся пятых-одиннадцатых классов. Возможно, это питание для этих классов, если будет родительская оплата или же выделение каких-либо финансовых средств с муниципалитета, то есть финансирование. Это сложный вопрос, об этом можно говорить долго. Мы вносили свои предложения, чтобы рассмотрели этот вопрос тоже, потому что эти дети тоже должны кушать. Они у нас, получается, есть еду, которую готовят для учащихся первых-четвертых классов, они не могут. Эта сумма строго для детишек первых-четвертых классов, и поставщики работают на поставку продуктов для этих детей, она не распространяется. Это будет уже как бы незаконно, если мы будем использовать эти средства еще для питания учащихся пятых-одиннадцатых классов. Поэтому наши детишки, как вы и сказали, выбегают в ближайшие магазины, хватает там булочки, или же повар берет на себя ответственность, вот как вы говорите, ставит на прилавок. Ну, трудный вопрос, трудный вопрос. Мы смотрим, как это дело поставлено в Европе, в мире. Но все почему-то берут с собой завтраки, в сумку кладут, обеды, завтраки. Нас это не предусмотрено. Да, вот берут с собой бутерброды, есть специальные упаковки, значит, все хорошо, чудесно, берут, кушают, и все нормально. Домашнюю еду. Нет, у нас дети не хотят. Но можно же организовать? Можно организовать, если подумать, глава муниципальных организаций. Кстати говоря, вы правильно сказали о том, что во время перемены, значит, ребята с 5 по 11 класс выбегают из школы в близлежащие магазины, да? И опять-таки мы здесь можем вспомнить очень серьезное постановление правительства, в котором сказано, что непосредственной близости к школе запрещено продавать вот те вещи, о которых я сказал. Нельзя продавать сигареты, нельзя продавать там еще какие-то вредные полиграфическую продукцию, да? Может быть, что-то такое. Но вот я смотрю, что когда никто не говорит, не напоминает, не проверяет, как-то вот забывается. И в самых ближайших магазинах все-таки вся эта продукция, она выставлена, да? Ну, давайте как бы попросим посредством нашего телевизионного эфира нашу участковую службу, наших участковых уполномоченных еще раз пройтись по близлежащим магазинам и посмотреть, все ли там в порядке. Нельзя, нельзя продавать вредную для детей продукцию в непосредственной близости к школам. Ну вот, сказали громко, ясно, четко. Будем надеяться, что услышат. Но с нами поспорят родители. Они скажут, а чем питаться детям пятых, одиннадцатых классов? А чем питаться? А чем питаться? Возьмите, сделайте бутерброд, положите, заверните ребенку, положите в портфель. И пусть кушает. Вот чем питаться. Так питаются в Европе, в мире, в Юго-Восточной Азии, в Японии. Все так питаются. Понимаете? Родители знают, что ребенок поест. И обязательно бутылочку воды. Обязательно бутылочку воды. Марина Рамазановна, мы с вами поговорили о школах, а между тем же у нас еще и садики есть, и больницы, которые также получают питание, получают продукты питания. Скажите, пожалуйста, проверяются ли эти учреждения социальных? Конечно, то, что вы перечислили, то, что относится, к примеру, к моей компетенции, это детские дошкольные учреждения также и больницы, где вот детские отделения. Да, они подлежат тоже проверкам, но у нас проблем с садиками такой не было, таких проблем, как со школами. У нас там сумма была побольше всегда, да, и детишки питались себя получше, чем наши первые и четвертые классы. Поэтому замечания свои, они тоже, они аналогичные, практически везде. Ну, удивительная вещь, Марина Рамазановна, хотя действительно, в садики родители заходят больше, мамы, да, в основном. В садике мамы вот чаще интересуются, смотрят, вникают, да, больше как бы вот этот контакт в садике, что кушают дети, как кушают дети, да. Поэтому все-таки в садиках, да, действительно. И в садиках, и в школах всегда должно быть меню на видном месте, любой родитель может посмотреть, ознакомиться. Ну, я и в прошлом, на вашей передаче в прошлый раз говорила, что все зависит, наверное, скорее всего, от нас самих тоже, да, от человека, который занимает свое место, который отвечает за свои должностные обязанности. Проблема в том, что, понимаете, да, Марина Рамазановна, действительно, закон разрешает сегодня родителям вникать в эти вопросы, проверять, контролировать, может быть, даже заниматься составлением меню. Ну, действительно, да, в законе это прописано. Но вот наши дагестанские родители, наши с вами папы и мамы, к сожалению, к сожалению, сторонятся этих вопросов. Почему? Потому что не хотят конфликтовать с администрациями школ, да. Это отразится на детях. Поэтому, конечно, спорить, ругаться, возмущаться никто не будет. Вот в этих ситуациях, что еще можно предложить, если родители у нас не могут? По объективным причинам, конечно, никто не будет ругаться с директором школы, если ребенок учится в этой школе. Это вполне объяснимая, понятная вещь. Вот. Ну, вот если посмотреть, опять-таки, на опыт других стран, ну, здесь вот опекуны и попечительские советы выходят на первый план. Там опекуны и попечительские советы, которые смотрят, контролируют, у которых есть властные полномочия. А вот, ну, вот. У нас, у нас, у нас общественные советы, да, у нас общественные советы. Но есть и родители, которые очень активно участвуют. Вот для этого и нужен родительский контроль. Не обязательно, чтобы каждый родитель. Может быть, один, два, три родителя. Удивительная вещь, да, какая разница. Вот я в Москве жил, да, в Москве родители. Вот прям я не знаю, там они не то, что администрацию школы, они эту школу снесут от возмущения, от желания, так сказать, встать на защиту детей. Там очень активные родители по всем, ну, по многим городам страны, ни на что не смотрят. Нарушены права ребенка, вперед. Вот. У нас все-таки, да, смотрят на то, чтобы не испортить отношения ни с учителем, ни с директором школы, да. На это смотрят. Ну, раз это есть, то, в принципе, как бы вот государственные институты должны выйти здесь вперед, наверное, да. Более внимательно осмотреть, более тщательно проверять, наказывать, контролировать наши образовательные учреждения. Ну, вот так придется, наверное, действовать в дальнейшем. Марина Рамазановна, есть еще небольшая группа вопросов. Они связаны с ковидом, да, с коронавирусной инфекцией. Ваше учреждение Роспотребнадзор в этом деле, ну, как бы возглавляет весь комплекс мероприятий. Но вот у нас есть такая цифра, тревожная цифра, тяжелая цифра, большая цифра. Четыре тысячи детей в Дагестане переболели и сейчас болеют коронавирусной инфекцией. Это данные врачей-специалистов, официальные данные. Вот. Серьезная цифра. Цифра, которая свидетельствует о том, что нам нужно беречь детей. И, конечно же, многое зависит от того, как обстоят дела в школе. Да, вот наши школы сейчас работают в таком режиме, чтобы была профилактика распространения новой коронавирусной инфекции. Еще в прошлом году были направлены рекомендации о том, чтобы не было скопления детишек при приходе в школу, чтобы была возможность доступа детей в школу со всех возможных путей. То есть, если два входа есть в школу, то с этих двух входов детишек и допускали. Обязательная термометрия, обязательно дезинфекционный режим, специально составленное расписание занятий, чтобы была кабинетная система, чтобы наши детишки не ходили из класса в класс, а чтобы уже ходили, можно так сказать, учителя. То есть кабинетная система, это исключение составляет только те предметы, которые у нас, например, это специализированные. Это химия, физика, где уже нужно поменять, конечно, учебные помещения. Были заказаны Министерством чрезвычайной ситуации МЧС Республики Дагестан большое количество закуплено рециркуляторов. Были розданы они во все образовательные организации, то есть это переносные рециркуляторы, для того, чтобы проводить обеззараживание воздуха в перерывах, когда наши детишки находятся на переменах. Также соблюдение проветривания помещения. Дезинфекция. Дезинфекция помещения. То же самое касается и питания детей, специальные графики посещения столовой, чтобы дети не пересекались. Вот мы стараемся, насколько возможно, минимизировать риски распространения этих инфекций. То же самое, можно сказать, и вакцинирование детей против гриппа. Было проведено Министерством здравоохранения Республики Дагестан. Была поставлена задача оперативного штаба о том, чтобы провести до 1 декабря вакцинирование детей от гриппа, всех учащихся в школу, чтобы как-то сократить риски заболеваемости. Стараемся. И каждый директор в курсе, они уже наизусть знают все эти требования, насколько возможно. Но есть моменты, когда расслабляются. Где-то расслабляются. Расслабляются. Марина Рамазановна, где-то расслабляются. Я на самом деле сам заходил в школу, смотрел, именно в тот момент, когда проходила уборка, сунул свой нос в это ведро, извините меня, понюхал. Да, хлорка была. То есть это добросовестная работа. Действительно, убирали, чистили. Но это было в прошлом году, в самом начале. Есть элементы расслабления. Дети приходят в школу, их надо смотреть, проверять. Ладно, если при входе в школу, действительно, это как бы трудно сделать, потому что много детей заходит. Большой поток детей. Но классный руководитель в своем классе, но она же может заметить, кто там носом хмыкает, или, я не знаю, там кашляет, да? Может. Или кто-то там паника головой, она же детей всех знает. Да, видно, что ребенок температурит или что-то там еще. Надо срочно вызывать родителей, медпункт и так далее. Кстати, вы также проверяете медицинские пункты наших образовательных учреждений. Можно сказать, что за эти два года там как бы ситуация в лучшую сторону изменилась? Вы имеете в виду... Оснастили медпункты? Медицинские кабинеты? Медицинские кабинеты, да. Ну, оснастили. Но на сегодняшний день у нас поступает заявление на проведение экспертизы. То есть как бы работа движется. У нас были учреждения, которые не имели санэпидзаключения на оказание медицинской деятельности. То есть не имели как бы лицензию, да? Сейчас у нас шквалом поступают заявления вот по городу Махачкале, если говорить, и в другие регионы, то есть наши, которые контролируют территориальные отделы, к ним тоже поступают. Для того, чтобы получить санэпидзаключение, в дальнейшем получить лицензию и оказывать качественные медицинские услуги. То есть медицинский кабинет не может оказывать услуги без наличия лицензии. И вот у нас сейчас стараются все, шквал пошел заявлений. Будем надеяться, что они все будут проходить экспертизу, будут достаточно оснащены, будет достаточное количество лекарственных средств, чтобы оказать первую помощь нашим малышам, нашим детям. Потому что большая часть времени наши дети проводят в школе. Они не с родителями, они с учителями. Ну, в принципе, мне кажется, да, ну, учителей-то как-то можно, наверное, проконтролировать. Небольшое количество педагогов зашли в школу, там медицинский персонал действительно их посмотрел, кто как себя чувствует. Но когда родители приводят или забирают детей, да, ну вот этот процесс действительно, он тревожный процесс. Потому что, в общем-то, мы боимся, что инфекция придет от родителей, от тех людей, которые встречают детей, да. В начальных классах, я знаю, есть традиция, когда учительница, классный руководитель одевает всех детей и потом за ручку организованно выводит детей на улицу, и родители разбирают своих малышей. Да, это как бы хорошо. Но на улице, не в помещении. Не считаете ли вы, что действительно, как бы вот в этот период нужно воздержаться от того, чтобы родители, особенно в массовом составе, заходили и посещали школы, помещения? Это было запрещено. Наши родители должны были встречать детей уже на улице. То есть по вашим предписаниям это запрещено? Да, это было запрещено, потому что такое массовое хождение в школу, чтобы не было вот обмена людьми, то есть получается туда заходят люди с улицы. Нет, такое, конечно же, было запрещено. И было предписание о том, что работники образовательных организаций, они осуществляют образовательный процесс на расстоянии, как мы говорим, дистанцирования от детишек, не подходя к партам, на расстоянии, могут без маски, но выходя из учебного помещения, контактируя друг с другом, взрослый контингент, они должны носить маску. Ну, на самом деле сейчас, когда мы все следим за ситуацией с новым штаммом, который идет из Южной Африки, прошу прощения, на самом деле очень многие страны вообще остановили, так сказать, въезд иностранных граждан. Ну, тревожная ситуация, тревожная информация поступает, и это говорит о том, что каждый на своем рабочем месте, в школе, в садике, в больнице, чтобы каждый смотрел внимательно и выполнял ваши предписания. Я вот смотрю, вот у вас нет ни одной бумажки, но вы четко, а у меня есть, да, вот вы четко, последовательно абсолютно все предписания по ковиду, да, по распространению коронавирусной инфекции, все перечислили, ничего не пропустили, понимаете? Ну, вот надо соблюдать, надо соблюдать. Вот. Судя по всему, сейчас, вот именно в это сложное время, когда, в общем-то, весь мир, в общем-то, как бы так взволнован тем, что из себя представляет Южноафриканский штамм, мне кажется, вот в этой ситуации хорошо бы действительно вспомнить все ваши рекомендации, еще раз вернуться к неукоснительному соблюдению, да, вот мне кажется, это все равно нужно сделать. Хотелось бы. Да, и наверняка ваше ведомство разошлет все предписания по всем учреждениям, используя компьютерную связь это сделать нетрудно, но мне кажется, напомнить директорам школ нужно. Да, конечно же, мы все слуги народа, мы работаем для наших людей, во благо наших людей, во благо наших детишек, и я очень хочу, чтобы каждый на своем месте выполнял добросовестно свою работу, чтобы каждый мог ответить за свои действия, потому что на нас лежит бремя ответственности за здоровье детей, за здоровье нации. Насколько возможно, мы стараемся выкладываться, но нам нужна еще и помощь и поддержка и со стороны, со стороны в том числе и тех же самых директоров школ, тех же самых работников, образовательных организаций, чтобы вот правильно довести это здоровое и качественное питание, чтобы все деньги, которые были выделены, чтобы вся та продукция, которая должна быть поступать в школу, она поступала. Мер ответственности, чувство долга должно быть у каждого, кто за это отвечает. Марина Рамазановна, ну вот после этого монолога, наверное, все-таки полностью, да, я разделяю вашу точку зрения, хочу все-таки завершить нашу программу. Мы поговорили обо всем, сказали все, предупредили, напомнили на самом деле. Ну, будем рассчитывать на то, что действительно услышат, да. Ну, а мы с вами будем неустанно продолжать свою работу. Вы на своем месте, я на своем. Ну, будем настаивать на том, чтобы, конечно, все законы наши соблюдались. Законы хорошие, законы правильные, ничего там лишнего нет, просто нужно выполнить, тщательно выполнить и выполнить свои полномочия. Спасибо, Марина Рамазановна. Уважаемые телезрители, это была программа «Первая студия». Огромное спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова